Всем привет, это Кардив, меня довольно часто спрашивают, а зачем в Path of Exile существуют гильдии, стоит ли в них вступать, есть ли там какие-то реальные преимущества и бонусы. Предлагаю сегодня разобраться в этом вопросе раз и навсегда. Для начала о том, что дает гильдия. Естественно, первая основная ее функция социальная, это объединение игроков в клан, создание дружелюбного локального сообщества. Path of Exile это онлайн игра и вы можете общаться с другими игроками в общем или торговом чате, но в большинстве случаев это общение из-за недостаточной модерации превращается в токсичную ругань. У меня, например, все чат-вкладки в игре по умолчанию выключены. Тут на помощь приходит гильдия, при вступлении в которую добавляется новый канал общения гильдии. Соответственно, за счет того, что у любой хорошей гильдии есть четко прописанные правила, общаться в таком чате в разы приятнее. Есть возможность обсудить игру, задать интересующие вопросы по механикам и, конечно же, собрать группу для совместной игры, чтобы, например, пофармить какой-то определенный тип контента. Конечно же, вы также можете торговать с другими участниками гильдии, не переживая, что вас обманут и продадут что-то по некорректной цене или просто кинут. Помимо прочего, вступление в гильдию дает вам доступ к сундуку гильдии, в котором хранятся предметы общего спроса, чаще всего то, чем другие игроки гильдии готовы делиться. Лишние уники, расходные материалы для крафта, карты, флаконы, камни, почти все что угодно. Секции сундука гильдии работают аналогично с секциям персональных тайников, конечно, при условии того, что гильдмастер купит все необходимые вкладки. Здесь могут быть валютные вкладки, секции для карт, фрагментов, уников, в том числе новые на камни и флаконы. Правила пользования тайником обычно заранее оговорены и прописаны, иногда можно брать все без ограничений, иногда можно что-то взять и положить взамен, тут уж как вы решите. Глава гильдии при желании может отслеживать, кто из игроков взял тот или иной предмет, об этом мы еще поговорим. Ну и с недавних пор у гильдии в Pass of Excel есть собственные дома, а точнее, конечно же, убежище. Глава гильдии может настраивать его как угодно, может выбрать тип убежища у Елены, может удалять или добавлять новые декоративные предметы, менять расположение тайника, машины картоходца и верстака. Да, участники гильдии могут запускать карты из убежищ гильдии и крафтить на верстаке, при условии, что эти станки были разблокированы ими персонально, то есть можно запустить карту, если вы уже готовы открывать карты через свое убежище. А список рецептов верстака повторяет ваш собственный список, то есть рецепты все равно предстоит открывать. В этом плане убежище гильдии это просто общий хаб, в котором могут встречаться члены клана, дополнительный инструмент социализации. Отправиться в убежище гильдии можно нажав на специальный значок справа сверху на карте мира. Как я уже сказал, менять убежище гильдии, настраивать и пасть новые секции сундука может владелец гильдии. Глава гильдии это участник, который основал гильдию, это звание можно передать при желании другому игроку. Также глава гильдии может назначать офицеров, это звание позволяет добавлять других игроков в гильдию, а также пользоваться специальными офицерскими вкладками тайника. Любую секцию сундука глава может сделать офицерской, в таком случае доступ к ней будет иметь только он сам и игроки с этим званием. Других каких-то интересных званий и должностей в гильдиях, к сожалению, нет, остальные участники носят по сути звание рядового. Я бы с удовольствием выдавал новые звания с разделением обязанностей, но игрой это не предусмотрено. Теперь о том, как создать свою гильдию. Все предельно просто. Нажимаем кнопку S в игре, выбираем вкладку гильдия, придумываем название и создаем. Никаких дополнительных заморочек с собиранием подписей и чем-то подобным нет. Это, кстати, можно использовать, если у вас нет возможности приобретать дополнительные вкладки для тайника, то можно использовать сундук гильдии одному как дополнительную секцию для хранения вещей. Для вступления в гильдию вы можете подать запрос, если видите объявление о том, что кто-то набирает новобранцев. Обычно это происходит в общем чате игры или в специальном разделе форума на официальном сайте. У меня, например, набор в гильдию происходит через подачу заявки в дискорд сервере. Также, насколько мне известно, для рекрутинга есть специальный канал чата Global101. По умолчанию в гильдии 30 мест, каждые дополнительные 10 мест для участников приобретаются отдельно во внутриигровом магазине. В настоящий момент такая услуга стоит 100 монет. Максимальный лимит 250 человек, пока нет возможности его расширить, это предел. Помимо расширения мест в гильдии, во внутриигровом магазине гильдмастер также может приобретать все типы вкладок и дополнительные секции тайника для гильдии. Тратит он для этого монеты с баланса гильдии. Изначально этот баланс равен нулю, чтобы его пополнить, владелец в любой момент может передать монеты со своего собственного счета. Аналогичным образом такая возможность есть у каждого члена гильдии. Для этого открываем магазин в игре, подтверждаем передачу. Это можно использовать для сбора средств на покупку вкладок, например. Каждый такой перевод должен подтвердить гильдмастер, тогда монеты окончательно перейдут на счет о самой гильдии. Самое время поговорить о том, как глава гильдии может ей управлять. На официальном сайте, который очень много лет не обновлялся, раздел гильдии запрятан куда-то в недра, я обычно попадаю туда так. Магазин, микротранзакции, гильдия. Здесь как раз представлен ассортимент товаров, которые можно приобрести для гильдии. В основном это секции для тайника. Обратите внимание, на них также бывают скидки одновременно с акцией на распродажу вкладок для персонального тайника. Нас интересует кнопка передать монеты, наконец мы попадаем на страницу информации о гильдии. Тут указано ее название, перечень участников, баланс монет и история транзакций перевода монет на ее счет. На странице просмотра тайника можно в теории посмотреть, что содержится в той или иной секции, но сейчас тут просто бардак и мешанина вкладок из разных лиг. Судя по всему, интерфейс устарел и не был должным образом обновлен со стороны разработчика. История охранилища в этом плане намного полезнее. Здесь отображена информация о всех взаимодействиях участников гильдии с тайником, кто, когда и что взял или положил в сундук гильдии. Что немаловажно, эта информация может быть выгружена в CSV-файл, а значит ее можно анализировать и работать с ней в табличном виде. Насколько мне известно, на текущий момент других интересных возможностей на странице гильдии нет. Если я не рассказал о каких-то фишках, можете дополнить в комментариях. На самом деле, не только раздел гильдии, но и весь сайт игры безнадежно устарел. Сейчас есть очень много неактуализированных подразделов и неработающих функций. Надеюсь, ГГГ это понимают и работают над этим. Ну и последний довольно странный элемент, существующий в игре. Гильдии можно назначить тег. То есть помимо названия, можно сделать какой-то короткий пафосный тег, чтобы другие игроки сразу поняли, что вы участник той самой банды. Владелец гильдии может назначить тег на странице гильдии в игре, нажимаем соответствующую кнопку, в открывшемся окне размещаем от 3 до 6 карт, нажимаем обновить тег. Теперь тег гильдии будет прописан в чате рядом с никнеймом его участника. Полная таблица соответствий карт с символом есть на англоязычной странице википедии, ссылка на нее будет в описании. Вроде ничего не забыл, это все, что мне известно о гильдиях на момент патча 3.17 в Pass of Exile. Надеюсь, в ближайшее время разработчики продолжат улучшать и расширять возможности управления гильдией. К выходу второй части игры хотелось бы получить по-настоящему проработанную и продуманную систему. Спасибо за просмотр этого видео, с вами был Кардив, увидимся на трансляциях, пока. Субтитры сделал DimaTorzok